Глобальные недочеты, на которые мэр указал еще месяц назад, здесь решены. Но вот вопросы, требующие ежедневного контроля, остаются открытыми. Первое, что бросается в глаза – сухая листва, деревья и пальмы, требующие кронирования. Местами нужно покрасить бордюры и обновить всю дорожную разметку. Более активно работать и над созданием живых изгородей. Масса претензий к предпринимателям. Бизнесменам посоветовали облагородить газоны, прилегающие к их объектам, и настоятельно рекомендовали соблюдать чистоту и порядок в ларьках, магазинах и кафе. Весь бизнес, торговля начинает свой рабочий день с того, что готовит свое рабочее место. С 8 часов каждый день натираются витрины, фасады. Здесь это, ну, даже никому голод, то есть это для них спешдом. Это что за ларьё? А теперь посмотри, какой он грязный. Поэтому уберите его из дислокации больше, чтобы его здесь не было. Сколько времени на то, чтобы вывезти это все? Вы что, не видели этого? Видели. А теперь говорите, почему надо вывезти? Аналогичная ситуация на более крупных предприятиях. Указывать на грязные окна мэру пришлось и в отделении банка. Посмотрите, в каком состоянии ваш банкомат. Трудно утречком взять, вот это все пооттирать. Идите, попробуйте, попробуйте вместо менять. Гирлянды из паутин не сочетаются с образом курорта мирового уровня. А Сочи является именно таким, подчеркивает Пахомов. И этот уровень должны поддерживать как чиновники, так и местные предприниматели. И, разумеется, сами сочинцы – жители многоквартирных домов, во дворах которых комиссия также обнаружила нарушение санитарного порядка. А вот за промашки и упущение управляющих компаний – штрафы. Подписал постановление о введении повышенной пожароопасности. Штрафы увеличены в 10 раз. Что касается рекламных объявлений, расклеенных в неустановленных для этого местах, то глава Сочи поручил подчиненным звонить на указанные номера телефонов и обязывать нарушителей восстанавливать нанесенный городу ущерб. То есть снимать свои объявления и красить столбы. К слову, все нарушения, в том числе факты антисанитарий, не просто зафиксированы. По ним будут составлены протоколы. Повномочия управления административной инспекции позволяют, в том числе, приостановить деятельность того или иного заведения. Но есть в Адлере и положительные примеры. Большая часть тех же предпринимателей работает на благо города и принимает участие в благоустройстве территорий. К примеру, на улице Свердлова бизнесмены предложили создать сквер на пустующем земельном участке. Проект активистам предоставит администрация города. Не потому, что там проводят какие-то мероприятия всероссийского всемирного масштаба, а потому что у нас город, курорт, мы должны все это делать. А если это парк, то давайте все вместе делать. Мы работаем, живем, сами хотим в зелени, в красоте. И, конечно, наша обязанность содержать это все вокруг нас хотя бы. Поддержать инициативу мэра готова и молодежь. Пообщавшись с главой города, ребята пообещали принимать активное участие в жизни района. Срок же для устранения недочетов до 1 июня. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.